Вы знаете, что здоровье человека приходит от природы? Мы думаем, здоровье в таблетках, в операциях. Какого врача найдешь, такое здоровье. Здоровье идет от природы. Мы потеряли это знание и через любовь к природе. Вот, например, солнце дает человеку, если ты его любишь. Солнце, ты посмотри, какое солнце в вышине. Солнце, оно дает свое тепло тебе и мне. Солнце, дарите солнце, как весенние цветы, и станет на земле еще светлее. Дарите солнце, то есть сначала надо принять, ты его любишь, принимаешь. Потом раз, ты начинаешь дарить. Что солнце человеку дает? Оптимизм, хороший иммунитет. Солнце дает хорошее усвоение веществ, оно дает хорошее пищеварение. Оно дает возможность побеждать заболевания, в том числе и злокачественные опухоли. Оно дает силу человеку быть оптимистом, жизнерадостным. Женщине дает такую как бы красоту, солнечную красоту. Мужчине дает ответственность, силу внутреннюю, решимость. Представляете, сколько человеку солнце дает? Но для этого надо его любить. Надо любить землю. Земля дает спокойствие. Спать не можешь, не можешь расслабиться, не хватает контакта с землей. Спокойствие. Беспокойный, значит нет контакта с землей. И эти все черты характера, все это разрушает семью. Нет оптимизма, до свидания, семейная жизнь. Кому это надо, жить человеком спессимистичным? Это же все высасывает силы. Нет контакта с землей, напряженный человек. Тоже он напрягает всех вокруг. Тоже постепенно все истощаются, говорят до свидания. Это элементарные вещи, понимаете, которые мы не знаем. У нас нет этого знания. Все болезни идут от отсутствия контакта с природой. Если нет контакта с воздухом, свежим воздухом, то тогда нет тонуса, концентрации, внимания. Нет работоспособности нормальной. Нет силы просто в организме. Человек чувствует слабость. Нет нормального давления, оно скачет постоянно. Это означает, что у тебя нет контакта с воздухом. Ты не любишь свежий воздух. Если ты не любишь деревья, у тебя нет терпения. Ты не можешь ничего терпеть, раздражительный. У тебя не хватает возможности успокоиться, прийти в себя стабильности нет в жизни. Это все отсутствие контакта с деревьев. А что значит контакт? Означает любовь. Это очень глубокий опыт, понимаете, который невозможно объяснить словами. Трава по пояс, и хорошо с пылым наедине Бродить в полях ничем, ничем не беспокоясь. Баба сельковой синей тишине Бродить в полях ничем, ничем не беспокоясь. Баба сельковой синей тишине Ничем не беспокоясь. Что это за энергия? Ничем не беспокоясь. Человек успокаивается. Земля. Он любит земли? А почему? Знаете почему? Там песни рассказываются. Он поет. Здесь все мое, и мы, и мы отсюда родом, и васильки, и я, и тополя. То есть он там жил на земле, он жил в деревне, он получил этот вкус. И поэтому, когда ему плохо, он на дальней станции сойдет. Он едет туда, чтобы получить этот контакт. Но если человек не имеет такого опыта, он должен учиться этому, понимаете? Он должен учиться, иначе он не будет здоровым. У вас, у каждого из вас чего-то не хватает в энергиях природы. Вам не хватает солнца, девушка? Вам надо полюбить солнце больше? Да. Да, моя хорошая. А вам, наоборот, не хватает земли? Напряжение, беспокойство? Нет, вот рядом девушка сидит, да. Сейчас все поднимут руку. А мне, Олег Геннадьевич, чего не хватает? Я просто привел пример. Вам не хватает энергии земли? Очень как бы давление. Вот сейчас снижено давление. Вот. Немножко как бы вот так. Вот. Не хватает энергии солнца также. Энергия, энергии воздуха в избытке. Много работы, много дел. Человек должен насыщаться от природы. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...